добрый день уважаемые коллеги очень рад снова приветствовать вас на своем вебинаре благодарю павла благодарю директ академию за то что предоставили мне такую возможность с вами пообщаться сегодняшняя наша тема реализация требований в гос к электронной образовательной среде вуза на базе с до русским удал 3к л мне очень любопытно кто из вас был на одном или двух предыдущих моих вебинаров в серии пожалуйста если вы были на одном или двух поставьте один или два плюсика в чате так ну а пока мы начнем собственно говоря если открыть образовательный стандарт вот я себе распечатал чтобы не переключать экран во время вебинара если образовать открыть образовательный стандарт там требуется наличие электронной образовательной среды и к ней можно выделить следующие требования которые в этом стандарте прописаны то есть возможности этой среды то есть первое размещать публикация в ней учебных планов рабочих программ дисциплины практик второе это доступ к изданием электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсом фиксация хода образовательного процесса результатов промежуточной аттестации освоение программ бакалавриата ну что это это оценки результаты обучения проведение всех видов занятий наличие процедур оценки результатов обучения электронное портфолио обучающего с сохранением работ рецензий и оценок синхронные и асинхронные взаимодействия между участниками образовательного процесса собственно те кто уже использует moodle или пытаются на базе этой системы я говорю про комьюнити версию сейчас подготовиться к прохождению тестации по в гостри плюс часть из этих пунктов обычно не вызывает вопросов все равно мы их затронем в своем вебинаре а некоторые из них как раз больше всего вопросов и вызывают и с них мы и начнем так коллеги меня нормально слышно да и так первый пункт про который чаще всего спрашивают это доступ к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам ну собственно говоря решается это проще всего с помощью подключения к электронным библиотекам электронным библиотечным системам одной из которых как раз и является организатор наших вебинаров это сервис электронная библиотека онлайн то есть как это происходит электронная библиотека онлайн имеет плагин сквозной авторизации к moodle который он они вам предоставят по запросу вы сможете его поставить ну либо если эта система у нас на обслуживании то мы это сделаем за вас поставим этот плагин и кроме того у них есть инструмент позволяющий встраивать материалы из библиотеки собственно прямо в moodle здесь показывать особо нечего то есть появляется кнопка перехода из вашей системы в электронную библиотеку онлайн можете подвесить ее в личном кабинете ваши преподаватели могут использовать материалы внутри курсов собственно на этом можно считать требования закрыта кроме одного нюанса что кроме библиотечных кроме материалов которые вам предоставляется в рамках электронной библиотеки также вы можете иметь свои материалы которые хотите разместить как это обычно реализуют я покажу несколько примеров как это может быть устроено первый пример это собственно размещение материалов внутри курса это то есть система moodle позволяет подвесить к курсу любое количество текстовых и файловых материалов вот у меня здесь вордовский файл например подвешен неудобство если в каждом курсе размещать это в отдельности неудобство в том что приходится некоторые материалы дублировать чаще всего из этого ситуации выходит следующим образом организует отдельно курс библиотека то есть курс в котором не находится учебных материалов в нем только библиотека библиотека дальше каждая секция это раздел этой библиотеки и с помощью модуля автоподписка либо с помощью модуля мета курсы то есть сейчас я покажу о чем речь можете настроить правило что все ваши пользователи которые есть системе могут быть зачислены в этот курс автоматически вот я добавляю автоматическая подписка данный курс добавляю правило фильтрации то есть например что я хочу подписать только тех пользователей которые так секунду не тот метод выбрал сейчас автоматическая запись на курс по условиям вот здесь я выбираю например что у меня есть признак студент или отдел кафедра какая-то и если она совпадает заданным мной условием то студент автоматически подписывается на этот курс и получает доступ к дополнительным материалам библиотеки ну кроме того портфолио которым мы чуть позже поговорим позволяет студентам размещать их собственные статьи и тоже в некотором смысле является дополнением вот этой вот электронной библиотеки так ну собственно можно переходить к следующей части поскольку про особо про электронную библиотеку больше добавить нечего формальная часть полностью решается подключением эвс такой как университетская библиотека дополнительные требования такие как размещение собственных внутренних методичек можно решить тем способом как я сказал единственное еще тут какой нюанс стоит добавить если у вас так у меня наверное под рукой не на чем это показать если у вас много материалов которые вы хотите разместить сотни и может быть неудобно размещать их в отдельном курсе как элементы этого курса то можете воспользоваться модулем база данных так есть у меня в примере какая-нибудь база данных здесь так давайте я покажу базу знаний тогда чтобы вы поняли о чем речь то есть в модуле есть модуль база данных которые позволяют вам создать структурированный список например если речь о электронной библиотеке то это может быть СБН название дата издательство прикрепленная обложка прикрепленный отрывок может быть вся электронная книга прикреплена если вы имеете на это право соответственно по этой базе данных студенты могут фильтровать искать в соответствии с полями которые вы в ней установили сейчас я открою пример базы данных это база знаний нашей службы поддержки технической но на ней вы тоже сможете понять о чем идет речь так пока прочитаю вопросы так задается вопрос есть требования по соответственно требования законодательства по обработке персональных данных ряд сертификатов контролирующих органов нет это не так дело в том что сертификация обязательной подлежит только средства защиты информации все остальное прикладное ПО обязательной сертификации с точки зрения закона не подлежит и требования наличия каких-то сертификатов это добровольная сертификация они незаконны что вы должны сделать если эксплуатируете любую информационную систему не важно Moodle это или любая другая система по закону то есть система содержащая списки ваших слушателей вы должны соблюсти требования закона о защите персональных данных в основном эти требования касаются оформления ряда документов это положение о защите персональных данных уведомления студентов о том что вы обрабатываете персональные данные модель угроз и ряд других есть специальные компании которые довольно недорого предлагают вам этот комплект документов сформировать система электронного обучения описывается в составе этого комплекта там есть ряд требований по размещению системы точно так же как и всех остальных систем то есть требования безопасности помещения где находится сервер требования к наличию ролевой модели так чтобы без авторизации никто не мог получить доступ в общем то система всем этим требованиям соответствует поэтому здесь по большей части это вопрос оформления бумажек плюс некоторого соблюдения технических условий но никак не вопрос лицензирования сколько бы добровольных сертификатов добровольного не прошла эта система и не имела все равно вы не освобождаетесь от того чтобы собрать этот комплект документов а если вы собрали то в общем то эти все добровольные сертификаты особо не имеет значения единственный тут какой нюанс что вы должны защитить вашу систему если вы все это размещаете с помощью уже сертифицированного иметь сертифицированный антивирус сертифицированный firewall вот на эту часть вашего вашего по вы конечно должны иметь сертификаты вот такой вопрос на такой ответ на вопрос Дениса Сергеевича так собственно я открыл сейчас базу знаний в режиме редактирования самой структуры базы знаний видим что база знаний состоит из полей ну вот здесь у меня поля компонента заголовок версия которая относится вопрос ответ краткое описание у вас это будет соответственно как я уже говорил название источника избн автор дата издания прикрепленный файл с обложкой и так далее и потом соответственно студенты когда вы все это настроите добавите сюда материалы студенты могут просматривать общий список материалов вашей базе данных ну вот например таким образом список вы тоже можете отформатировать как вам нравится включить в нем комментирование так ну теперь уже с базой извиняюсь с интеграции с эбс и доступом к электронным изданиям уже точно все переходим к следующему пункту про который часто возникает вопросы это электронное портфолио так елена спрашивает импортировать библиотеки можно список в бд так ну наверное нет если мы говорим про использование вот именно этого модуля как база данных экспорт здесь есть экспорт в excel формат импорта 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 я сейчас не вижу ну обычно не знаю есть ли у нем такая большая хотя да есть наверное необходимость так ну вот пока я вижу только добавление по одной записи если этот вопрос интересует вас наверное можно разработать импорт или может быть есть какие-то готовые материалы сейчас я не готов на ваш вопрос ответить так давайте переходим к портфолио итак требуется в портфолио сейчас сейчас электронное портфолио обучающихся с сохранением работ рецензий и оценок что что здесь имеется ввиду если бы не было требования о том что там сохраняется учебные и вне учебные активности а также требования о том что в этом портфолио должны находиться должна быть возможность рецензирования достижений всеми участниками учебного процесса и так же чтобы там были рейтинги то наверное можно было бы стандартные мудловские отчеты этим в виде этого портфолио представить о чем речь у любого пользователя в системе есть его личный профиль и на этом личном профиле есть отчет о деятельности полный отчет о деятельности там собирается вся информация о работе этого пользователя внутри курса все работы которые он сдал все тесты которые он прошел все оценки все сообщения в форуме и если бы мы говорили только об учебной активности наверное этого было бы достаточно поскольку речь идет о не учебных активностях и о рейтингах то пришлось разработать отдельный инструмент который я вам сейчас и покажу давайте я открою сначала а я уже открыл портфолио одного из слушателей чтобы было понятно из чего оно состоит как вы видите портфолио состоит из достижений достижения разделены по типам например вот у меня есть внутри категории научных достижениях есть тип участия в конференции их два два таких достижения данный студент которого мы смотрим получил есть тип курсовая работа опять же два таких достижения получил и есть тип дипломная работа вот эти типы настраиваются вами самостоятельно вы можете настроить их сколько угодно это может быть и прочитал книгу и вот у меня здесь есть например спортивные достижения участие в чемпионате мира спортивные не мира извиняюсь а университета конечно же культ массовые мероприятия например выступление в квн это вы для своего учебного заведения для своих специальностей настраиваете самостоятельно внутри каждого типа достижений есть доказательства что это такое вот поучаствовал ваш студент в конференции говорит я поучаствовал как вы проверите что это он что он вообще делал был ли он на этой конференции существует ли эта конференция вам нужно получить от него некоторую информацию в системе это называется доказательство например название этой конференции дата конференции сертификат участника ну если он выступал то наверное еще файл с тезисами доклада и статус был ли он участник или докладчик вот вы когда настраиваете ваше портфолио и настраиваете данный тип достижений вы указываете что для достижения участия в конференции требуется приложить именно эти доказательства потом студент который захотел это достижение себе в портфолио добавить он выбирает категорию достижений научное достижение дальше участие в конференции и система предлагает ему заполнить анкету приложив туда все свои доказательства после этого данная анкета попадает на одобрение модератору то есть это методист куратор в каждом вузе по разному этот процесс организован здесь тоже можно настроить куратор видит общий список всех студентов данного подразделения либо вообще всех студентов можно видеть кто из них обновил свои достижения что поменялось заходить и одобрять соответственно эти достижения можно премодерацию отключить ну соответственно без премодерации те кто пользуется другими способами размещения портфолио знает что без премодерации там иногда довольно странные вещи появляются за каждое достижение то есть после того как достижение промодерировано оно появляется уже в профиле пользователя в портфолио за каждое достижение система начисляет некоторое количество рейтинговых баллов дальше баллы суммируются и выстраивается рейтинг по категории ну например вот у меня здесь три категории все достижения разделены по трем категориям это опять же пример вы свои категории настраиваете сами они могут иметь уровни вложенности и я вижу что я как студент набрал 290 баллов и я на первом месте в этом рейтинге кто же там есть еще я нажимаю кнопку посмотреть рейтинг и вижу что действительно со своими баллами я на первом месте и все остальные студенты гораздо ниже меня в рейтинге я могу открыть любого из них и ознакомиться с его портфолио с его достижениями кроме того для того чтобы реализовать мою возможность прорецензировать здесь реализовано комментирование то есть я на любое достижение нажимаю кнопку комментарий могу посмотреть комментарии которые были отправлены до меня могу отправить свой комментарий к данному достижению иногда это портфолио разделяют не только по категориям но и на более верхнем уровне по типам пользователей это тоже можно настроить можно сделать отдельно портфолио преподавателя со своими достижениями отдельно портфолио ученика отдельно портфолио аспиранта эта возможность тоже присутствует спрашивают с какими внутренними ERP системами возможно интеграция Moodle так ну давайте вопрос интеграции отложим я на него обязательно отвечу сейчас я скажу только про интеграцию портфолио портфолио тоже может быть интегрировано с вашими системами с какими во-первых если у вас уже есть список достижений или только части достижений в виде базы данных портфолио может интегрироваться с этим списком с тем чтобы студентам не приходилось эти достижения добавлять вручную чтобы не загружать ваших кураторов процессом модерации система может просто импортировать те достижения которые уже есть или которые вы каким-то образом сами формируете непосредственно в портфолио минуя стадию загрузки студентам и модерации экспортировать тоже можно экспортировать рейтинг в excel также есть интеграция с модулем задания те кто работали системы знают что она позволяет собирать с пользователей письменные работы очень удобная функция если вы используете но еще не используете эту функцию то обязательно начинайте использовать это на мой взгляд ну вряд ли я бы сказал самое удобное что есть мудл наверное самое необходимое собственно в 2002 году когда я внедрял мудл я тогда работал преподавателем в школе дистанционные для детей с ограниченными возможностями вышла только первая версия мудл и собственно я искал инструмент чтобы собирать с дистанционных слушателей домашние задания на проверку и в мудл уже тогда эта функция была и мне очень понравилось еще тогда как она реализована ну с тех пор очень много чего добавилось то есть вы когда собрали работы письменные вы видите список студентов кто эти работы сдал кто сдал кто не сдал комментарии можете к этим работам написать студенты могут ответить ну и также можете оценить эту работу вот после того как работа оценена она также может по синхронизации автоматически стать достижением разумеется это нужно не для всех работ но для курсовых работ дипломных работ которые вы принимаете таким образом очень удобно настроить именно такую синхронизацию чтобы не заниматься опять же ручным перекладыванием этих файлов есть другое еще требование с тем чтобы системы квалификационные работы проверялись на антиплагиат для этого также вы многие заключили договор с компанией антиплагиат приобрели систему антиплагиат вуз если она у вас есть то вы можете поставить галочку и система автоматически направит работу с данную систему антиплагиат для того чтобы проверить ее на заимствование и вы когда зайдете эту работу проверять уже увидите процент заимствований ссылку на отчет по заимствованиям и можете учитывать это при проверке работы ну проверка работы кстати раз уж мы заглянули сюда тоже очень интересно организовано например если это вордовский файл вы можете не просто поставить оценку или написать рецензию вы можете его аннотировать здесь вот такой вот немножко перебор с аннотированием мягко говоря очень много уже демонстраций состоялось на этом примере здесь вы можете выделить определенные фрагменты написать текст какие-то пометки свои оставить и в таком виде ну не прям в таком как у меня на экране отправить работу обратно студенту на доделку также здесь вы можете написать развернутую рецензию которая также попадет в портфолио если вы включили интеграцию с заданием можете разрешить повторную попытку можете оценить основную оценку что тоже попадет в задание можете добавить дополнительные критерии и оценить по ним если это требуется и кстати здесь есть еще возможность добавить в индекс антиплагиата то есть тем чтобы с данной работой также уже учитывались при проверке последующих работ на заимствование вернемся к портфолио какие еще интеграции в нем поддерживаются также поддерживается прямая интеграция портфолио с антиплагиатом но не прямая то есть загружаемые работы в портфолио автоматически проверку на плагиат не проходят это было бы и нежелательно поскольку проверку у вас ограниченное количество вместо этого загружаемые работы которые вы пометили в настройках будут автоматически добавляться в индекс антиплагиата то есть когда я вам говорил о том что в портфолио можно создавать библиотеку квалификационных работ собственно я имел в виду именно это что студенты размещают свои работы в виде достижений соответственно они становятся доступны для просмотра и также параллельно эти работы добавляются в индекс антиплагиата с тем чтобы повторно их использовать было невозможно есть еще вспомогательные требования к портфолио иногда возникает необходимость за студента не используя кнопку войти от имени а просто зайти и поправить его портфолио иногда даже бывают ситуации когда кто-то срочно заполняет эти портфолио за студентов собственно этот режим тоже предусмотрен также если вы используете портфолио для связи студентов с работодателями можно включить информационный блок где отобразится некоторая информация из профиля или студент может разместить дополнительную информацию студент может выключить свою портфолио из общего рейтинга сделать его недоступным всем если захочет может ну то есть вот отдельно выключится себя из рейтинга отдельно сделать свой портфолио недоступным относительно персональных данных легче всего вам будет житься если в вашем контракте со студентами вы пропишите что все персональные данные которые есть в системе электронного обучения такие как оценка и фио материалы загруженные студентом в его портфолио его работы список изучаемых предметов являются открытыми персональными данными в законе предусмотрен такой режим в этом случае никто даже не может вас спросить как вы эти данные загружаете поскольку они заведомо открытые ну и конечно в этом случае не грузите в систему копию паспорта и не знаю что еще диагноз скан отпечатка пальца и прочие данные которые вас спросят почему это вы их объявили публичными фио e-mail оценки вполне понятно почему могут быть публичными объявили их в соглашении со студентом публичными и после этого уже к вам гораздо меньше будет вопросов о том как технически защищена система какие сертифицированные средства криптографии фаерволы антивируса вы используете для ее защиты так вопросы поступили кто может модерировать достижение портфолио спрашивает Денис Сергеевич ну собственно я это сказал в начале возможно из-за помех не слышно было вы настраиваете права доступа на модерирование и если включено при модерировании то в целом любое достижение попадает только после одобрения тем сотрудникам которому вы дали доступ осуществлять эту функцию модерирования ну не считая тех материалов которые вы загрузили из другой базы данных которые уже считаются там промодерированными либо которые попали из заданий после того как их преподаватель проверил вот так же еще в портфолио могут по синхронизации попадать все пройденные курсы тоже можно поставить такую галочку либо какие то часть пройденных курсов кстати по поводу импорта из другой базы данных иногда для того чтобы отобразить все оценки и пройденные дисциплины используют не зачетную книжку которая здесь имеется в модуле электронный деканат а используют так же портфолио делают отдельно категорию изучение дисциплины или оценки могут разбить ее по семестрам или как вам удобно по направлениям и туда импортируются оценки из другой базы данных некоторые наши пользователи именно так работают то есть оценки из другого электронного деканата который они уже используют просто импортируют в портфолио вот Шарова Елена Ивановна спрашивает если студент отписался от курса мы теряем доступ к его работе где работам где они сохраняются и можно ли их посмотреть ну вот собственно вот этот модуль портфолио который я показываю он и является ответом на этот вопрос он существует вне курсов и если работа автоматически была синхронизирована с портфолио либо вы эту работу туда загрузили либо сам студент загрузил она уже никуда не теряется независимо от того подписан студент на курс или нет относительно того как работает Moodle в случае отписки именно с данными которые остались в курсе происходит все следующим образом в момент отписки сами данные не обновляются они будут храниться в курсе пока вы не воспользуетесь кнопкой очистить курс и только после того как вы курс очистите они будут потеряны безвозвратно также если вы этот курс удалите или удалите студента поэтому самый безопасный способ хранения материалов самый надежный это все таки вне курса например в модуле портфолио но и если вы случайно студента от курса отписали вы можете подписать поставив галочку основывать на предыдущей подписке и тогда все данные которые были и восстановится так Елена спрашивает бесплатно ли это система есть комьюнити версии Moodle которая полностью бесплатная я показываю свою демонстрацию на профессиональной версии Moodle вот в комьюнити версии Moodle портфолио нет задания и курсы и оценки внутри курсов база данных которые я показывал и возможность проинтегрироваться с EBS университетской библиотекой онлайн они в бесплатной версии тоже присутствуют ну соответственно при условии что у вас есть EBS с которой можете интегрироваться а вот интеграция системы антиплагиат ВУЗ и модуль портфолио который я показываю он присутствует только в профессиональной версии которая платная если по портфолио больше вопросов нет то давайте двигаться дальше следующее у нас система должна включать проведение всех видов занятий наличие процедур оценки и результатов обучения ну собственно вот это уже штатный функционал Moodle я его частично начал показывать когда говорил про модуль задания то есть система вам позволяет разместить электронные курсы их может быть сколько угодно как правило электронные курсы сопоставляют с изучаемыми дисциплинами но здесь есть один нюанс у вас дисциплины как правило бьются по семестрам также по специальностям и очень вероятно что в некоторых случаях для разных специальностей вы захотите создать один и тот же курс потому что материалы практически одинаковые система это позволяет сделать но при условии что вы используете какую-то управляющую настройку либо вашу собственную систему электронной деканации с которой интегрируете Moodle либо модуль электронный деканат который входит в нашу профессиональную версию и второй момент что курс вы если разделяете по параллелям удобно для каждой параллели делать для каждого семестра делать отдельный курс чтобы не перегружать их материалами соответственно в первом семестре подписали студентов на первую часть во втором на второй курсы вам позволяет создавать и интерактивные лекции и тесты тесты кстати в системе очень мощные поддерживает вопросы как в закрытой так и в открытой форме разные режимы ограничения по времени по количеству попыток различные способы защиты генерации случайных тестов запрет копипаста во время тестирования то есть в общем то система moodle даже в комьюнити версии содержит все необходимое для организации тестирования любой сложности что вы бы там никак какой бы регламент у вас там не был про модуль задания и сбор письменных работ я уже рассказал размещение любых файлов pdf видео файл с возможностью доступа студентам при этом система контролирует доступ то есть только те студенты которые подписаны на курс могут получить доступ к этим файлам это все в системе есть соответственно создав такие курсы вы исполните тем самым это требование дальше есть наличие процедуры оценивания но опять же многие материалы в том числе задания и тесты позволяет выставлять оценки и в системе есть журнал итоговых оценок сейчас я его вам покажу тем кто не видел так сейчас кто-то тут а вот переставил местами кстати вот блоки я вам советую то есть система многую вспомогательную информацию отображает в блоках я советую вам если вы внедряете эту систему или используете создать общий стандарт какие у вас должны быть блоки где они должны находиться с тем чтобы ваши студенты находясь в любом курсе всегда могли легко найти например доступ к своим оценкам или доступ к переходу в личный кабинет свой календарь и еще какие блоки вы используете вот здесь видите мой коллега проводил передо мной демонстрацию немножко переставил местами облачки и я какое-то время потратил чтобы найти куда же делись делся мой журнал оценок вот он он журнал оценок он похож на стандартный журнал то есть список студентов все оцениваемые материалы в курсе кроме того вы можете задать то есть по умолчанию он будет считать средне арифметическую по оценкам но вы можете задать свою формулу то есть здесь для итоговой оценки и для промежуточных итогов можете задать формулы как они будут считаться вплоть до того чтобы в этой форме учитывалась логика если за итоговый тест 2 то итоговая оценка 2 независимо от того сколько баллов он еще набрал в течение курса вот такие правила вы тоже можете в журнале оценивания задавать это делается через настройку журнала оценок сейчас еще вопрос так требования о доступе к учебным планам и рабочим программам реализовано как доступ к файлам без интерактивного доступа спрашивает Денис Сергеевич действительно большинство именно так и делают поскольку не очень можно понять что он студент будет что он вообще будет смотреть эти планы поэтому проще всего если они уже есть они есть в варде их прикрепляют в виде документов в нулевой секции курса и на этом считают свои требования исполненным конечно же можно если эти файлы например в xml распарсить и что-то с ними сделать но здесь весь вопрос а что собственно вы хотите с ними делать если у вас есть четкое задание приходите к нам обсудим реализуем иногда у клиентов есть собственная внутренняя библиотека с этими планами которые например по коду студента либо по коду специальности из нее делается запрос и просто отображается в информере список документов если такая библиотека есть мы просто реализуем дополнительно уже по заказу именно этого клиента модуль блок его можно подвесить в личном кабинете в модул который транслирует из вашей внутренней системе где эти учебные планы хранятся собственно ссылки на эти планы тогда преподавателю не приходится размещать материалы вручную обычно да и просто подвешивают файлы и ничего с ними не делают потому что большинство и не представляет от чего с ними делать еще и зачем вот висят и висят так Елена спрашивает это требование в гос 3 плюс в гос 3 плюс 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 немного изменилось Елена поясните пожалуйста о чем вы спрашиваете не очень понял то есть вы ссылаетесь слетела трансляция экрана сейчас я вернусь не очень понимаю о чем речь так давайте двигаться дальше что у нас еще есть в наших требованиях учебные планы буду ставить галочки чтобы не запутаться учебные планы программы рассмотрели доступ к кбс к электронной предприятий системы рассмотрели портфолио рассмотрели проведение всех видов занятия наличие процедуры оценки рассмотрели фиксация хода образовательного процесса результатов промежуточных аттестаций освоения программ бакалавриата так елена в горе речь идет о в гостри плюс для высшего образования немножко сократили коллеги название вебинара так так фиксация хода образовательного процесса результата промежуточной аттестации освоения программ бакалавриата ну здесь двояко можно понимать это требование первый вариант я вам показал то есть если вы реализуете внутри курса электронные тесты электронные задания то соответственно можно считать что оно реализовано таким способом если понимать его шире то есть что мы будем здесь фиксировать также все учебные то есть посещение лекций текущей оценки за лабораторные работы например то можно использовать модуль электронный деканат который застроена либо если у вас есть система электронный деканат уже внедренные то можно реализовывать это требование на ней просто подключив ее к модлу трансляцию информации из нее либо объединив все в один личный кабинет то есть здесь моя рекомендация если у вас уже внедрена система электронный деканат то интегрируйте модуль с ней и только если у вас еще ничего нет то тогда рассматривайте альтернативы в том числе встроенный деканат который есть потому что переход с одной системы на другую это всегда очень болезненное мероприятие так елена ну да вы набираете программы по в гос 3 плюс плюс изменились ли требования к электронной среде которые в новом программе и сильно ли они изменились по большей части в части электронной среды по-моему изменения косметические я смотрел особо не нашел каких-то дополнительных требований к системе ну тогда поделитесь с нами что вы считаете добавилось именно в части электронной среды в частности и в том числе это так прошу прощения небольшая техническая заминка никак не поймаю так итак здесь в электронном журнале который присутствует этой системе есть возможность отмечать присутствие тематическое планирование и также текущие оценки то есть есть три типа занятий которые поддерживаются это событие которое имеет только посещаемость но не имеет успеваемости например лекция это занятие которое имеет и успеваемость и посещаемость например лабораторная работа и контрольная точка который имеет дедлайн и оценку но не имеет посещаемости например сдача какой-либо работы вот все три типа событий можете в системе отмечать и дальше отмечать ход освоения по этим событиям дальше система строит различные отчеты исполнение учебной нагрузки отображает все эти данные в зачетной книжке студента в том числе по текущей успеваемость посещаемости так читаю ваш вопрос требования размещения рпд и портфолио остальные только реализация ну собственно говоря на нашу демонстрацию это никак не влияет то есть портфолио я вам показал рабочий план дисциплин показал что касается остальных пунктов да если у вас не используются элементы электронного обучения то если это по стандарту не требуется можете не реализовывать но думаю что так или иначе всем это требуется или в планах либо уже сейчас так тут что еще спрашивает денис денис спрашивает можно ли формировать автоматом элементы курса представлять им доступа когда надо так ну а предоставлять этот 2 2 разных вопроса предоставлять доступы к элементам курса вы можете то есть у каждого элемента курса есть настройка доступа который может открывать скрывать и показывать этот элемент студентам сейчас я перейду в режим редактирования чтобы вам это показать это что касается доступа к элементам генерации элементов периодически заходит разговор о необходимости генерации тех или иных элементов понятно что для генерации нужны исходные данные то есть сама задача генерации технически решаема ничего здесь такого в ней нет проблема в другом что для генерации нужны исходные данные и они у каждого клиента который про такую генерацию сейчас мне подгрузится страница у каждого клиента про который про такую генерацию спрашивает своих собственных форматах соответственно этот конвертер приходится писать под каждого клиента в отдельности и здесь уже встает вопрос целесообразно ли достаточно ли материалов у вас в этом формате чтобы было что вы получили выгоду от разработки конвертера или вам дешевле посадить не очень дорогих сотрудников каких-нибудь не знаю там студентов за зачет чтобы они вам эти данные туда вбили и наверное к сожалению к моему как к айтишнику чаще всего именно в пользу второго варианта вопрос решается если мы говорим о том что просто по учебной программе формируется набор элементов которых есть только заголовок и пустой текст то то не очень вижу в этом смысл как это может облегчить работу у вас будут курсы пустышки в которой все равно должен прийти и человек и наполнить их но вот елена примерно подтвердила что они тоже писали какой то шаблон под их собственный формат материалов и мы такой шаблон писали и не один к сожалению это все утилитарно шаблон подготовленный для одного клиента совершенно не подходит для другого поэтому здесь поскольку может быть нету единого стандарта как люди хранят эти материалы вне системы вот у нас я открыл ограничение доступа если я хочу ограничить доступ к этому элементу меня есть вот такой выбор время изучения курса я например могу поставить что элемент откроется или наоборот закроется через две недели после того как студент был подписан на курс отзыв к заданию то есть и следующим элемент могу показать или скрыть в зависимости от того проверил преподаватель задания предыдущие или нет или мы могу поставить правило что если преподаватель не проверил задание и прошло с момента его сдачи уже неделя система начала писать письма самому преподавателю Это тоже можно сделать, хотя есть модуль «Надо проверить» тоже в профессиональной версии нашей разработки, который просто позволяет показать отчет. Можно сделать и так. Завершение элемента. Если предыдущий элемент завершил, то следующий открывается, а если этот завершил, то закрывается. Так тоже можно сделать. Счетчик выполненных условий. Следующая тема открывается, если прошел хотя бы 3 из 5 тестов или заданий. На положительную оценку. Можно такое условие поставить. По дате, по промежутку времени. Про время от начала курса или от окончания курса я уже указал. Почему я говорю про относительное время? Абсолютное время вам придется при каждом перезапуске курса менять. Если вы ставите относительное время, то оно будет рассчитываться под студента автоматически. Здесь же можно, например, какой-то материал показать, если студент давно не был в курсе. Это обычно используется совместно с нашим модулем логика курса. Не был в курсе неделю, отправили ему письмо или его куратору, или преподавателю. По группе. Эта группа видит материал, это не видит. По оценке. Двоечники видят материал, пятерки не видят. По датам и числам в поле профиля. Например, студенты зачисленные до такой-то даты видят материал, после не видят. Это тоже можно сделать. И так далее. Да, Денис Сергеевич, учебный план может поставить эту настройку автоматически. Все так. Тут весь вопрос в том, что такая задача и такой формат есть только у вас. Соответственно, если вы бы нашли десяток других пользователей, у которых все точно так же и нужен точно такой же импорт, вы могли бы с ними поделить расходы на разработку этого модуля. А поскольку он нужен только вам, соответственно, это решается в индивидуальном порядке. Вот в чем недостаток таких конвертеров. Так. У нас остался последний пункт. Синхронное и асинхронное взаимодействие участников учебного процесса. Ну, это проще всего, поскольку, собственно, в концепции системы Moodle изначально основное внимание уделялось коммуникации. У них даже есть идеология. Это социально-педагогический конструкционизм, собственно, для реализации которых и делалась эта система. Что у нас есть для коммуникации? Ну, во-первых, встроенный обмен сообщениями. Как в любой социальной сети, пользователи вашей системы Moodle могут общаться друг с другом и преподавателями посредством этих сообщений. Это синхронная коммуникация. Во-вторых, есть чаты. Не очень часто сейчас используют. Вместо них чаще всего используют вебинары. Опять же, с вебинарами ситуация какая? Есть интеграция с вебинарами. Они чаще всего пользуются в интеграции либо с вебинарами от Webinar.ru, либо с BigBlueButton. Ну, соответственно, в первом случае вам нужно иметь подписку на Webinar.ru, во втором случае вам нужно иметь сервер BigBlueButton. Мы для наших клиентов сервер BigBlueButton бесплатно ставим, если они попросят, но не поддерживаем, поскольку это совсем другое ПО. То есть мы его поставим, наладим, он будет работать, дальше уже он функционирует под вашу ответственность. В случае с вебинару, там платная подписка, есть техподдержка. Соответственно, все вопросы, если что-то кажется вам неправильно работает, можете обращаться в техподдержку вебинара. Что у нас интеграция с вебинаром предполагается? Ну вот у меня, видите, здесь добавлен вебинар прямо в курс. Это значит, что студенты курса, когда доходят до этой темы, могут кликнуть по ссылке и без повторного ввода пароля, без авторизации, попасть сразу под своим именем в вебинарную комнату. Причем, если студент не является подписчиком курса, он в эту вебинарную комнату не попадет. Второй момент, очень важный. Когда вебинар закончится, на его месте система отобразит ссылку на видеозапись. Это, опять же, касается именно интеграции с вебинар.ру. С библибатом там нужно некоторые телодвижения для этого выполнить. И третий момент, который мы реализовали только для вебинар.ру, поскольку у них есть API. Система выбирает в виде оценки продолжительность времени посещения этого вебинара. То есть, если вебинар длился 40 минут, студент присутствовал на нем 20 минут, он получит оценку 50% за этот вебинар. Дальше вы можете использовать эту оценку при подсчете итогового балла напрямую, либо через условия, как я показывал. Итоговая оценка выставляется только если присутствовал хотя бы на 5 из 7 вебинарах, больше чем 80% времени на каждом. А иначе итоговая оценка не выставляется. Такие правила тоже можете сделать благодаря вот этой вот трансляции. Что еще есть? Есть форумы. Форумы в системе учебные. То есть, помимо того, что студенты могут общаться друг с другом, вы можете прямо в форумах выставлять оценки. То есть, это годится для организации каких-то групповых работ, публичных заданий. Ну вот в моем примере, который я сейчас загружаю, преподаватель дал задание в открытой форме, творческое. Студенты, каждый к этому заданию прикрепляет свой ответ, видит ответы друг друга, могут их комментировать. А преподаватель прямо здесь же в форуме выставляет итоговую оценку. Вот у нас есть кнопка «Оценить». Вот здесь включена стобальная шкала, соответственно, по стобальной шкале и будут оцениваться. Также есть модуль «Задание», который я уже рассказывал. Тоже можно считаться коммуникацией. То есть, студент сдает работу, преподаватель эту работу оценивает, пишет рецензию, студент может написать комментарий. Тоже идет некоторая коммуникация относительно этой работы. Также есть модуль «Семинар», который позволяет организовать очень интересную форму взаимодействия. То есть, начинается все как задание. То есть, студент сдает работу. Дальше система обменивает работы между студентами, и каждый из них проверяет работы друг за другом. Причем проверяет их не просто, а я считаю, три. А преподаватель ему готовит чек-лист, либо оценочную форму, которую он заполняет, исходя из которой уже вычисляется оценка. Дальше для объективности система сравнивает оценочные формы, заполненные разными студентами по одной и той же работе, и вычисляет, насколько качественно они подошли к оцениванию. Соответственно, если студент невнимательно оценивал, то он собственную оценку занизит за некачественные оценки. Это что касается модуля «Семинар». Также в системе есть блоги, то есть вы можете включить эту функцию, тогда студенты в вашей системе могут ввести публичные блоги, которые объединяются в общий блок вашей системы. Также в системе есть комментирование в портфолио. И, в общем-то, комментирование к многим элементам можете включить. Например, комментирование записей в глоссарии тоже включается. Это все коммуникация студентов, собственно говоря, закрывающие эти требования. То есть я назвал и синхронные, и асинхронные. Таким образом, мы рассмотрели все шесть требований, которые я себе выписал. То есть размещение учебных планов, доступ к электронным библиотечным системам, фиксация хода образовательного процесса, проведение всех видов занятий и промежуточной оценки, электронное портфолио обучающихся, сохранение работы, рецензирование оценок, и синхронное-синхронное взаимодействие. Все мы рассмотрели, для всего нашли решение. Готов ответить теперь на ваши вопросы. Хорошо, больше новых вопросов не поступает. В таком случае благодарю всех за внимание, за уделенное время. Надеюсь, вам было интересно. И желаю вам хорошего дня и до новых встреч. Спасибо, Наталья, за ваш отзыв. Олег, презентации как таковой здесь нет, была демонстрация экранов. Когда мы с вами закончим, будет доступна видеозапись. Возможно, Павел ее немножко подредактирует, может быть, какие-то орг-моменты вырежет. И вы сможете ее просматривать на YouTube. Все, тогда всем еще раз большое спасибо. До свидания.